Среди исторических личностей немного таких, кто олицетворяет собой целую страну или народ. Но Джомо Кенниата был именно таким. Уроженец племени Кикуйю, сельхозрабочий, получивший знания в Лондоне и Москве, организатор тайного общества, сумел освободить страну от британского владычества и стать первым президентом Кении. Личность этого человека изучил Артур Одинцов на странице журнала «Загадки. Истории» в 2014 году. В течение длительного времени Кения была под владычеством Португалии. Потом страну заплатили арабы из Омена, после чего здесь появились работорговцы, отправлявшие невольничьи караваны в Европу и США. Но в XIX веке сюда пришли британские колонизаторы и сделали страну на долгие годы своей вочиной. В 1890 году около 60 тысяч англичан переселились на восточное побережье Африки. Плотность британского владычества была так высока, что Кению стали называть приусадебным участком Палаты Лорда. Британцы возводили подмесья, создавали предприятия, изгоняя со своих земель целые народы. В числе пострадавших оказалось племя Кикуйо, которая наряду с народностями Лухья и Луа, вверх нынешнего президента США Барака Обама, уроженец племени Луа, является одним из самых многочисленных народов Кении. Но нет худа без добра. Благодаря пришедшим кенийцы стали потихоньку приобщаться к прогрессу. Они нанимались на работу к англичанам в качестве слуг, сельхозрабочих, садовников, уборщиков, принимали европейский опыт, приобщались к знаниям. Одним из таких любознательных и энергичных кенийцев был уроженец племени Кикуйо, Нгенге Ва Камао, родившийся в 1891 году в местечке Ичевери близ Найроби. В течение первой половины своей жизни этот харизматичный кенийц дважды менял имя. Окончив миссионерскую школу, он стал называться Джонстоном Камао. А позже, ощутив свое истинное призвание, взял имя Джома Кениата. Джома переводится как «пылающее копье». Кениата свет кений. Неизвестно, сколько имя помогло ему преодолевать трудности, но вскоре обычный африканский парнюк устроился на работу переводчиком Верховной суд страны, а после стал служащим муниципалитета Найроби. Здесь ему удалось познакомиться с людьми, мечтавшими об освобождении страны, жаждущими знаний и сплоченности ради большой цели. В 1924 году он вступил в первую политическую организацию Кении, Центральную ассоциацию Кикуйя. А в середине 1920-х создал общественно-политический журнал на языке Кикуйя под названием «Муинг Витания». Вокруг журнала сплотились наиболее просвещенные и неравнодушные кенийцы. Понимая, что Англия будет всячески тормозить процесс освобождения, Джома в конце 1920-х годов отправился в Европу. Партия поручила ему организовать международную поддержку и найти способ влияния на британское правительство, заставив его пойти на уступки местному населению. Однако европейские гуманисты не спешили идти на помощь закабаленной Кении. Вскоре Джома Кениата ясно осознал, спасение утопающих дело рук самих утопающих. Никто не спешил помогать Кении деньгами и связями, и Джому пришлось немало потрудиться, чтобы приобрести авторитет для европейских борцов с колониализмом. И это ему удалось. Кениата участвовал в деятельности антиимпериалистической лиги и в конференции негритянских рабочих в Гамбурге. Познакомился со многими деятелями африканского освободительного движения Гансом Нкрумой, Малавийцем Бандой, лауреатом Международной Ленинской премии, танзенийцем Ньерере. Но не найдя понимания в Англии, Джома решил перебраться в Москву. Так в середине 30-х годов молодой афританец оказался в СССР, где проходили грандиозные события, широкие социалистические преобразования, сопровождавшим конвейером большого террора. Трудно сказать, что именно Джома привез из Москвы, но можно не сомневаться, что два года учебы в Коммунистическом университете в Трудящейся Востоке имени Сталина не прошли даром. Незадолго до начала Второй мировой войны будущий отец Кении вернулся в Англию, познакомившись с выдающимся антропологом Барниславом Малиновским. Он вскоре написал известную книгу лицом в горе Кения. Тем временем в мире назревали большие перемены. Страны-клонизаторы, такие как Англия, Франция, Бельгия, занятые подготовкой к войне, уже не могли сдерживать рост националистических движений, так как прежде. И бунтари-африканцы хорошо это понимали. Казалось, нужно еще одно усилие, и ермо национального гнета будет повержено. Причувствуют это, африканские борцы с колониализмом организовали Пятый Пан-Африканский Конгресс в Манчестере, на котором приняли программу африканской автономии и независимости. Однако все это были теоретические игры, которые необходимы были для привлечения внимания прогрессивных сил, но реальные изменения могла принести только борьба, развернутая на родине. Поэтому в 1946 году Джома Кенеата, вдохнувший полной грудью воздух свободной Европы, вернулся домой. Надо полагать, приблизительно в это время им и с подвижниками и была создана тайная организация Мау-Мау Звук, издаваемый гиеной, пожирающей падаль. Об этом движении, которое нередко называют септой, известно не очень много. Да и сам Джома всегда открещивался от своего участия в ее деятельности. И неудивительно, поскольку это была своего рода боевая организация Кикуй-Ю, созданная на базе их религиозных верований, культов и обычаев. Они нападали на фермы, которыми владели белые, поджигали их, иногда убивали обитателей. Мау-Мау безжалостно расправлялась с теми из африканцев, кто состоял на службе у белых, создавая нетерпимую обстановку вокруг присутствия колонизаторов на земле Кении. Противники Мау-Мау рассказывали, что участники общества практиковали каннибализм и скотоложество, безжалость и ненависть, считая Джома Кенииату своим богом. На собраниях секты участники пели псевдохристианский гимн, где вместо Иисуса фигурировал Кенииата. В 1952 году на беге Мау-Мау до того надоели британцам, что они развернули против них настоящую войну. Всех, у кого были обнаружены бритвенные надрезы подмышкой знака принадлежности к Мау-Мау расстреливали на месте. Их лидеров сажали в тюрьмы. Джома Кенииата, якобы как глава Мау-Мау, получил 7 лет заключения и отбыл свой срок от звонка до звонка. За годы его отсидки колониальный режим окончательно себя скомпрометировал. И в 1961 году, после того, как правительство Великобритании согласилось предоставить Кении самоуправление, Кенииата вернулся из ссылки и занял пост президента Национального Союза Африканцев, после чего был избран премьером министром страны. 12 декабря 1963 года Кенииата спустил флаг Великобритании, объявив, что Кения стала независимым государством. Еще раз 12 декабря 1963 года. В 1964 году и до самой смерти случившейся в 1978 году Кенииата находился в должности президента, пытаясь найти для своего народа наиболее приемлемую форму существования. Поначалу президент пытался реализовать свои социалистические идеи, вероятно подчеркнутые в Москве, однако после того, как СССР стал снабжать оружием одного из его противников, а Гингу Адингу Джима стал сторонником прозападных идей. Удивительно, но в Кении сильны позиции православной церкви. Так уж вышло, что Джома Кениата был другом архиепиского кипрского Макария Третьего. Они вместе сидели в колониальной тюрьме на Сейшельских островах и познакомились. В 1970-х годах знак признательности Кениата подарил православной церкви через архиепископа Макария большой участок земли под Найроби. С тех пор в Кении было рукоположено 260 православных священников из местного населения, а православных кеницов сейчас уже более 650 тысяч. Вероятно в силу национальных традиций первый президент не забыл о себе и своей семье, поскольку сегодня его вдова мама Нгина Кениата является одной из трех африканских женщин, на счету которых числится миллиард. Семья Кениата владеет сельскохозяйственными предприятиями, а также несколькими пятизвездочными отелями и авиакомпаниями. Сегодня Кении руководит сын Джома Ухуру Кениата, который недавно обвинялся в преступлениях против человечества. К счастью, первый президент, тело которого покоится в мавзолее, выстроенном для него в Найробе, уже ничего не узнает, ведь Джома Кениата самая почитаемая личность в стране и местные населения считают, что этот человек был послан Всевышним и разубеждать их в этом никто не вправе. Не забудьте оставить ваш комментарий и подписаться на канал. До встречи!